Здравствуйте, я Настромо771. Сегодня я хотел бы приступить к обзору нового комплексного продукта Trend Micro Titanium Maximum Security. Версии 2013 года, номер 6.0.12.15, финал. В состав продукта входят следующие основные компоненты, которые дают ему следующие возможности. Во-первых, это облачный антивирус и антишпион, который защищает от всех видов вредоносных программ, вирусов, программ шпионов, интернет-червей. Поведенческий анализ, подозрительная активность программ обеспечивает проактивную защиту от новых и неизвестных угроз. Интернет-защита обеспечивает блокировку потенциально опасных веб-сайтов, предотвращает запуск вредоносных скриптов на зараженных веб-страницах в браузерах Mozilla Firefox, Internet Explorer. Titanium Maximum Security также проверяет сообщения в популярных им клиентах на наличие вредоносных ссылок. Защита электронной почты фильтрует нежелательные рекламные электронные сообщения, спам, сканирует входящие и исходящие сообщения на наличие вредоносных вложений. Сетевая защита в виде компонента Firewall Booster усиливает возможности BrandMower Windows и обнаруживает ботнет-программы, которые могут использовать ваш компьютер в ботнет-сетях для получения удаленного контроля. Инструменты защиты личных данных предотвращают утечку заданных конфиденциальных данных, позволяют безвозвратно удалить информацию без возможности ее восстановления, сканируют ваш Facebook аккаунт на наличие угроз в настройках приватности. Trend MicroVault позволяет создать защищенное хранилище для конфиденциальных данных, доступ к которым будет только у вас. Менеджер паролей DirectPass для управления и безопасного хранения паролей от онлайн-аккаунта на веб-сайтах. Родительский контроль Titanium Maximum Security 2013 позволяет фильтровать посещаемые веб-сайты по категориям и запрещать доступ к заданным категориям, ограничивать список запускаемых программ и время использования в интернет. Аварийный диск восстановления Trend Micro Secure Disk позволит восстановить работоспособность зараженного компьютера. Мобильный антивирус Trend Micro Mobile Security Personal для защиты вашего Android смартфона от последних угроз, нежелательных звонков и SMS-спама, потери или кражи. Titanium Maximum Security 2013 позволяет сделать работу компьютера эффективнее, оптимизируя дисковое пространство, список программ автозапуска, системный реестр Windows, а также удаляя историю веб-браузеров, АМ-клиентов и запускаемых программ. Онлайн-резервное копирование и обмен данными между компьютерами и мобильными устройствами с онлайн-хранилищем SafeSung с объемом 5 ГБ. Теперь немного из истории основания компании. Trend Micro – японо-американская компания по разработке антивирусного программного обеспечения. Имеет подразделение во многих странах мира, но штаб-квартира находится в Токио. Основатель компании Стив Ченг основал ее в Калифорнии в 1988 году. В 2004 году Ченг ушел со своего поста и передал руководство компании своему совладельцу Еви Чен. В период с 1996 и до 2004 года она работала начальником технического отдела. Один из наиболее известных продуктов, разработанных под ее руководством – Trend Micro InterScan VirusWall. Начиная с 2004 года, MSN в своем почтовом сервисе Hotmail начинает использовать продукты Trend Micro для сканирования вложенных в сообщения файлов в бесплатной и Hotmail Plus сервис-версии. В 2005 году Trend Micro поглотила InterMod Inc. разработчика антишпионских программных продуктов, а затем Calcare Inc. разработчика систем IP-фильтрации. В 2007 году компании были приобретены права на Hijack This, один из известных инструментов для поиска и удаления вредоносных программ. В июне 2010 года Trend Micro поглотила Hameo, разработчика облачных систем хранения данных. Ну что ж, теперь давайте перейдем на рабочий стол и посмотрим более детальную информацию на российском интернет-портале Trend Micro по продукту Titanium Maximum Security 2013. Системные требования, какие выдвигает производитель для установки своего продукта. Поддерживаются все версии Windows от XP, которая представлена только 32-разрядной версией с пакетом обновлений SP3, до Windows 8 и 32-разрядной и 64-разрядной версии. Единственное требование к Windows Vista – пакет обновлений SP2. Что касается аппаратных требований, Windows 8 понадобится процессор не менее 1 ГГц. Память, если 32-битная версия используется 1 ГБ, если 64-битная версия, то 2 ГБ. Пространство на диске 500 МБ минимально, рекомендуется 600. Windows 7 – процессор не менее 800 МГц, рекомендуется 1 ГГц. Память 1 ГБ для любых версий Windows и 32 и 64-бита. Пространство на диске аналогично 500 МБ, рекомендуется 600. У Windows Vista рекомендуется 1 ГГц процессор, но можно и 800 МГц. Памяти 512 МБ, рекомендуется 1 ГБ. 500 МБ на жестком диске, рекомендуется 600. У Windows XP процессор не менее 350 МГц, рекомендуется 800. Памяти не менее 256 МБ, рекомендуется 512. И на жестком диске 500 МБ свободного места, рекомендуется 600. Дополнительные требования. Веб-браузер Microsoft Internet Explorer 7.0 или более поздняя версия. Mozilla Firefox 3.6 или более поздняя версия. Google Chrome 10 или более поздняя версия. Необходим дисплей с высококачественной цветопередачей и разрешением не менее 800 на 480 пикселей или выше. Здесь же на сайте представлена таблица сравнения различных продуктов Antivirus Plus, Internet Security, Maximum Security, Premium Security. Простая в использовании надежная защита от угроз у всех одинакова. Безопасность в социальных сетях у всех одинакова. Максимальная производительность. Здесь отсутствует компонент у Antivirus. Защита детей в интернете тоже отсутствует компоненту Antivirus. Защита данных от потери и хищения частично представлена в Internet Security и полностью в Maximum Security. Защита для различных платформ представлена полностью только в качестве безопасной работы Windows 8 в стиле Metro, благодаря Trend Micro Sayward. А вот защита планшетов с операционной системой Windows 8 с помощью Trend Micro Go Everywhere поддерживается только в Maximum Security. Защита устройств Android с помощью Trend Micro Mobile Security для Android тоже поддерживается только в Maximum Security. Ну что же, общую информацию мы посмотрели всю. Давайте приступим к инсталляции продукта. Запускаем инсталляционный пакет Trend Micro Titanium Maximum Security. Программа извлекает файлы, необходимые для установки. Производится проверка компьютера после инсталляции и распаковки пакета. Следующим этапом инсталляции является ввод серийного номера. Если продукт приобретен, то необходимо ввести серийный номер. Или посмотреть информацию, где находится серийный номер продукта. Если нет серийного номера, но вы желаете приобрести продукт, то вы можете перейти на соответствующую вкладку. Приобрести новый серийный номер. Если же вы хотите попробовать продукт в работе, ограниченное количество времени, и затем принять решение либо о деинсталляции продукта, либо о покупке серийного номера, то вы должны выбрать пробную версию, что мы и делаем. Далее появляется лицензионное соглашение на русском языке. Здесь все доходчиво, ясно и понятно, четко изложено. Можно подробно ознакомиться с лицензионным соглашением. Данную страницу можно распечатать. Можно выбрать расположение инсталляции продукта. В данном случае предлагается папочка Program Files, Trend Micro. И язык можно его изменить. По умолчанию выбран русский язык. Выставлена галочка о том, что мы соглашаемся с предоставлением информации об угрозах в Trend Micro. И имеется дополнительная сносочка информационная. Внесите вклад в повышение эффективности защиты, анонимно передавая для анализа данные об угрозах безопасности, найденных на этом компьютере. Далее можно либо отказаться от установки продукта, если что-то нам не понравилось в лицензионном соглашении, либо принять и установить. Начинается установка. Устанавливаются дополнительные библиотеки, необходимые для работы. Происходит копирование файлов и подготовка структуры. Установка закончена. Нам предлагают ввести адрес электронной почты для получения новостей и предложений от Trend Micro. Появляется уведомление о том, что наша цифровая жизнь защищена. Благодаря Trend Micro вы можете безмятежно пользоваться всеми преимуществами интернета. Испытайте бесплатную пробную версию. Данную страницу загрузки можно более не показывать, если выставить галочку. И открывается главное окно продукта. А также появляется значок программы на панели главного окна Windows и значок в трее. Структура программы Trend Micro и TNM Maximum Security 2013 построена по типу оконных вкладок, где сверху располагаются основные направляющие, обзор, PC Mobile, конфиденциальность, данные, семья. И далее рассматриваются более тщательные функции, которые входят в конкретный подраздел. Сверху также имеется возможность получения справки и открытия дополнительного окна. А снизу получение поддержки и учетная запись. В меню пуск Windows 8 появляются дополнительные значки, один из которых запуск непосредственно Trend Micro. Второй управление подпиской и открывается интернет ресурс для входа на свою страничку. Интерактивная справка по продукту. На русском языке мы можем посмотреть интересующую нас информацию. А также возможность работы с панелью инструментов, куда включаются инструменты диагностики Trend Micro, получение помощи, получение РСК-диск, отладочная информация, угрозы, удаление, список исключений и подробности. По работе с программой. А также здесь можно получить информацию о системе и перезагрузить компьютер в безопасном режиме. При наведении мыши на значок программы и нажатии правой кнопки открывается следующее меню. Верхняя вкладка «Открыть главную консоль», «Начать сканирование» и начинается быстрое сканирование компьютера. В данном окне можно также выставить галочку «Выключить компьютер после завершения этого сканирования». Можно скрыть уведомитель, можно поставить на паузу, либо остановить сканирование. По окончании сканирования выдается результат сканирования в виде таблицы, устранены угрозы, еще не разрешено, удалено файлов куки, а также можно получить подробности, более детальные по типам угроз. Следующая вкладка «Проверить наличие обновлений программы». Запускается дополнительный модуль, который также сообщает о версии программы 6.0.12.15, о том, какая используется лицензия пробная и дата истечения лицензии. Но вот сейчас мы видим, что происходит загрузка обновлений. Либо программные, либо сигнатурные обновления есть. Но исходя из того, что Trend Micro перезагружается после загрузки обновлений, это говорит о том, что какие-то модули программы изменились. Да, вот опять программа на месте. Запускается защита. Значит, какие-то модули действительно были обновлены. Следующая возможность «Защита от вирусов и шпионских программ» может быть отключена. И появляется уведомление о том, что в целях безопасности защита от вирусов и шпионских программ будет автоматически включена через 30 минут. Можно выбрать функцию «Выключить до перезагрузки компьютера». Включаем защиту. Следующая вкладка «Учетная запись Trend Micro». И открывается интернет-страница учетной записи. Следующая функция «Проверка подписки». Мы получаем справочную информацию о том, что осталось 30 дней. Можно приобрести подписку. Trend Micro сообщает, когда истекает подписка. Адрес электронной почты. И информацию о получении новостей. Отсюда же из этого же мастера можно ввести серийный номер. Также можно выйти из программы. Открываем главное меню и рассматриваем непосредственно функции программы. Первая вкладка «Обзор». Нам сообщают о сроке истечения бесплатной версии. Имеется также кнопочка «Приобрести». Сводка по системе безопасности сообщает о количестве заблокированных угроз. Можно просмотреть отчет о безопасности. Отчет формируется в виде таблицы, где указываются вирусы, шпионское программное обеспечение, веб-угрозы и другие. Имеется возможность выбрать период. Неделя, месяц, три месяца, шесть месяцев, последний год. Подробности рассказывают о количестве сканирований, проверенных в файлах и последнем сканировании. Вирусы открывают вкладку журнала «Вирусы». Шпионское программное обеспечение открывает вкладку журнала «Шпионского программного обеспечения». Веб-угрозы также переносят в свой подраздел журнала. Другие. Здесь надо выбрать либо сеть, либо несанкционированные изменения. Серфинг по журналам можно также осуществлять из самого меню журнала, где мы видим возможность просматривать сканирование, вирусы. Также имеются еще файлы куки, веб-угрозы, защита запуска, сеть, обновления, родительский контроль, Secure Race, System Tune, Wi-Fi Advisor. Здесь же в нижней части предоставлена возможность посмотреть историю угроз по датам. Можно перейти к просмотру подробных журналов. И здесь мы перейдем в локацию журнала. В отчете безопасности также имеются дополнительные вкладки, относящиеся к родительскому контролю, где отображаются наиболее часто блокируемые категории, наиболее часто блокируемые веб-сайты. Заблокировано сайтов за месяц, учетная запись «Все», либо дополнительная учетная запись, которая будет здесь настраиваться. И системный тюнер, который также предоставляет данные о проведенных настройках. Если нам необходима дополнительная информация о том, что такое средство настройки системы System Tune, то нам необходимо перейти на данную вкладку. Следующая в сводке безопасности сканер – конфиденциальности Facebook. Можно нажать на вкладку «Начать сканирование» и перейти на определенную страничку Facebook. Если мы зарегистрированы в данной локации, войти. Открывается дополнительная страничка Facebook, где нам предлагается провести проверку конфиденциальности. Система сообщает, что у нас есть 7 проблем потенциальных соблюдения конфиденциальности. Можно посмотреть результат. Общение – 3 проблемы. Хроника и метки – 2 проблемы. Реклама, приложение и веб-сайты – 2 проблемы. Здесь программа сообщает, что могут все видеть адреса электронной почты и номера телефона. Кто может отправить вам запрос на добавление в друзья. Кто может отправить вам сообщение на Facebook. Вот 3 проблемы мы устранили. Далее, хроника и метки. Просматривайте публикации друзей, в которых вы отмечены, прежде чем они появятся в вашей хронике. Просматривайте отметки друзей, добавленные к вашим публикациям на Facebook. И реклама и приложения. Как ваши данные передаются пользователями, используемые ими приложения. Здесь надо исключить свои данные, чтобы они никуда не передавались. Неполадок больше нет. Мы устранили все неполадки. Проверка. Поздравляем, у вас нет проблем с конфиденциальностью. Мы исправили все, что необходимо. А вот и новое сообщение. Обеспечьте более надежную защиту. Ваша программа безопасности включает дополнительную защиту для Windows 8 Metro. Но пока получить более подробную информацию не представляется возможным. Страница не активна. Видимо, пока еще она не готова. Следующая функция сводки защита в социальных сетях указана на включение. Можно выключить данную защиту. Модуль защиты в социальных сетях ограничивает риск безопасности при посещении наиболее популярных социальных сетей. И перечисляются. Facebook, Google+, Mixi, MySpace, Twitter и так далее. Можно произвести оценку любой страницы, где нам будут сообщать, можно ли безопасно открывать те или иные данные. При нажатии на ссылку «Срок действия истекает» мы открываем вкладку «Приобретение продукта» и информацию подробную о лицензии. С правой стороны находится возможность изменять фон. Причем реализован он с функцией перекрытия странички, где можно как бы листать блокнот и друг за другом менять различные фоновые изображения для программы. Кому как будет удобно. Но вот этот фон выбран по умолчанию. А также нажав на плюсик можно перейти в другие параметры фонового рисунка, где можно просмотреть имеющиеся, либо изменить и выбрать свое изображение. Для этого открывается мастер, где можно нажать вкладочку «Обзор», указать рисунок и открыть его. С левой стороны в нижней части экрана мы наблюдаем дополнительные возможности. Это сканирование, где немедленно начинает выполняться быстрое сканирование. Переход на вариант сканирования, быстрое сканирование, полное сканирование, сканирование по выбору. Но быстрое мы уже посмотрели. Полное сканирование отличается только сообщением о том, что выполняется полное сканирование. И сканирование по выбору открывает дополнительный мастер, где можно указать, что именно мы хотим проверить. Нам достаточно указать файлы или папки, например, диска C. И начинается сканирование по выбору. Следующая функция – настройки. При нажатии на нее мы переходим в дополнительное меню специфических настроек программы. Управление защитой от вирусов и шпионских программ со вкладками «Параметры сканирования», «Запланированные сеансы сканирования», управление интернетом и электронной почтой и дополнительные параметры веб-угрозы, спам и файлы, полученные по электронной почте, сеть, обмен мгновенными сообщениями и список исключений, куда входят программы папки, веб-сайты, беспроводное подключение. Помимо вышеизложенного, имеется кнопка «Другие параметры», которая переносит нас в возможности запуска системы, настроек сети, Smart Protection Network, пароль, фоновый рисунок. Имеется вкладка «Восстановление настройок по умолчанию». Для этого достаточно нажать на данную клавишу, для того, чтобы все настройки выставились по умолчанию. Можно согласиться, можно отменить введенные изменения, можно применить. Переходим в функции настройки и рассматриваем первую из них «Управление защитой от вирусов и шпионских программ». Параметры сканирования. Первая галочка, которая стоит здесь, сканировать файлы при открытии, сохранении или загрузке. То есть работа с файлами непосредственно при открытии файлов, при загрузке, при сохранении, будет контролироваться и проверяться нашим антивирусом. Включить сканирование в режиме реального времени для сжатых файлов, например, архивов. Приведен пример ZIP. Можно включить данную функцию, если мы хотим контролировать работу со сжатыми файлами. Отслеживать попытки программ вносить несанкционированные изменения в системные настройки, которые могут угрожать безопасности. То есть определенный уровень защиты данной позволяет контролировать возможность программ вносить какие-то изменения в системные настройки, которые данной программы по сути не предусмотрены. Это поведение является подозрительным и требует оповещения пользователя. Предотвращать автоматический запуск программ или переносных устройств. Эта функция запретит автоматически стартовать таким устройством, как CD, DVD, открытие USB накопителей, либо переносных каких-то флеш-устройств. И чтобы их открыть, вам придется через мой компьютер выбрать устройство и войти в него. Эта функция предотвращает возможность автоматического запуска так называемых авторанов, которые располагаются в файлах авторан и ждут, когда устройство будет подключено. Если в устройстве установлен автоматический запуск, в этом случае авторан запускается и разносит зловредные свои компоненты по компьютеру пользователя. Следующая функция проверка подозрительных действий компьютера и удаление соответствующих программ. Если будут выявлены в работе какие-то подозрительные действия, которые не являются санкционированными, то автоматически программа, определив такие действия, будет принимать решение удалять такие программы. И выбирается режим работы данного компонента. Выявление и блокировка угроз безопасности на основании очевидно рискованных действий. То есть определенная стандартная рекомендуемая опция. Можно выставить сверхчувствительность. В этом случае агрессивное удаление программ, представляющих малейший риск вредных действий. То есть даже при малейшем риске будет происходить удаление. Я конечно рекомендую оставить то, что рекомендуется производителям. Следующая функция автоматически удалять все файлы, имеющие малейшие признаки угроз. Можно данную галочку снять, если мы хотим контролировать удаление. Если же мы доверяем программе и разрешаем автоматически удалять, то будут удаляться файлы, имеющие даже малейшие признаки угроз. Отображать предупреждение при обнаружении вирусов, шпионских или подозрительных программ. Чтобы отображалось предупреждение, данная функция необходима. Сканировать компьютер на наличие подозрительных файлов при его запуске. Суть функции заключается в том, что основные модули программы запускаются ранее остальных при запуске компьютера и производят сканирование всего того, что стартует в системе Windows. Таким образом, предотвращая запуск того вредоносного содержимого, которое уже может иметься на компьютере. Следующая вкладка – запланированные сеансы сканирования. Эта настройка относится к расписанию запланированных проверок. Выполнять сканирование компьютера по расписанию. Соглашаемся. Когда проводить такое сканирование? День недели выбрана пятница. Здесь вы можете выбрать любой из представленных дней недели. Также выставить каждый день и месяц первого числа, если мы хотим проводить данное сканирование ежемесячно. Указывается время проведения начала сканирования. Тип сканирования, который будет проводиться. Можно выбрать быстрое, которое выставлено по умолчанию. Сканирование только тех расположений, где обычно находятся угрозы. Полное сканирование. Сканирование компьютера, включая все внешние диски, кроме сетевых. И указывается дата проведения последнего сканирования. Переходим на следующую вкладку. Управление, интернет и электронной почтой. Веб-угрозы. Осуществлять блокировку потенциально опасных веб-сайтов. Выставлено на автомате. Уровень защиты. Выставляется обычный. Для регулярного повседневного использования без блокировки незначительных рисков. Выбираем обычный. Низкий. Чтобы осуществлять блокировку только подтвержденных опасных или мошеннических веб-сайтов, выбираем низкий. И высокий. Чтобы осуществлять блокировку угрозы сайтов, содержащих признаки мошенничества или вредоносных программ, выберите высокий. То есть этот уровень определяет либо стопроцентно известные угрозы на сайтах определенных и сами сайты. Либо средний вариант, когда только какие-то очень опасные моменты и опасные сайты будут вызывать блокировку, даже неизвестные. И высокие, когда будет осуществляться, я так понимаю, эвристическое определение некоторого поведения на сайтах, которое и будет вызывать блокировку программы. Я считаю, что в данном случае, если мы пользуемся интернет для посещения опасных мест, опасных контентов, то, конечно, лучше работать с высоким уровнем защиты. Если мы используем его обычно, повседневно, стандартно, с редким посещением высокой степени опасности, то можно оставить обычный. Ну и если мы посещаем только проверенные определенные веб-узлы, на которых мы точно знаем, уже проверялись, уже давно работали, что никакой зловредности нет, то можно оставить низкий. Выставлена галочка «Отображать панель инструментов в поддерживаемых веб-браузерах». Оставляем. Предотвращение выполнения вредоносных сценариев браузерами Internet Explorer, Firefox и Chrome на зараженных веб-сайтах. Следующая вкладка «Спам и файлы, полученные по электронной почте». Отключена галочка «Фильтровать нежелательные рекламные объявления и другие нежелательные сообщения электронной почты». Здесь по необходимости. Если мы хотим выполнять такую фильтрацию, то выставляем галочку. Если не хотим, то не выставляем. Проверка наличия угроз в файлах, вложенных в сообщение электронной почты. Если мы хотим заранее проверять файлы, вложенные в сообщение, то здесь выставляем галочку. Ну, для повышения защиты, если мы используем почтовые контенты, то, конечно, здесь необходимо выставлять данные галочки. Следующая вкладка «Сеть». Активировать Firewall Booster, чтобы улучшить защиту, обеспечиваемым BrandMauer Windows, и обнаруживать программы ботнетов, которые могут незаконно использовать компьютер посредством удаленного управления. Я считаю, что данную галочку надо выставлять обязательно. Имеется вкладка «Сноска на BrandMauer Windows». При ее нажатии мы, соответственно, переносимся в определенное меню BrandMauer. Здесь мы можем изменить параметры. Например, для общественной сети выставить, блокировать все входящие подключения, в том числе для приложений, указанных в списке разрешенных программ. Таким образом, мы запретим все входящие со сторонних компьютеров в наш компьютер. И отключена галочка «Отображать предупреждение при подключении к потенциально небезопасным беспроводным сетям или точкам доступа». Для повышения безопасности данную функцию тоже можно выставить, тем более если мы пользуемся беспроводными устройствами. Следующая вкладочка «Обмен мгновенными сообщениями». Выставлена галочка «Проверять наличие рисков безопасности» в ссылках на веб-сайты, полученные через программы «Обмена мгновенными сообщениями». И проверяются следующие типы программ Windows Live, Yahoo Messenger, IM, Skype. Данные программы в настоящий момент не установлены.